С почётом и уважением в этом доме на улице Центральной проживает Галия Александровна Гракова. Сегодня ей исполнилось 100 лет поздравить юбиляра. С днём рождения приехали представители районной администрации и управления социальной защиты. В доме Галия Александровна всё готово к приёму гостей. Уже накрыт праздничный стол. Большую часть жизни вы трудились во благо Щёлковского района. Неустанно работая, вносили весомый вклад в благополучие муниципалитета. Нынешнее молодое поколение должно равняться на таких, как вы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, неиссякаемой энергии, оптимизма и внимания со стороны близких людей. А это у вас есть. Уважаемая Галия Александровна, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разрешите вручить вам официальное поздравление Москва-Кремль с такой удивительной и красивой датой. Желаем вам, самое главное, здоровья. Здоровья вашим близким, которые были бы всегда с вами рядом и заботились бы о вас. А вам всегда оставаться для нас примером. Необычное имя Галии дали монахине в монастыре Калужской губернии, где она родилась. В старинном альбоме сохранилась довоенная фотография. На ней вся семья в сборе. Мама – это мой сын, а это старший брат, а это младший брат. Годы репрессий стали для юной Галии серьёзным испытанием. Мы жили даже в часовой комнате на улице 30 градусов мороза и у нас, в кладовке и у нас 30 градусов мороза. Вот таких условий мы жили. До 37-го года. В Великую Отечественную войну наравне с мужчинами работала у станка, за что получила звание труженик тыла. Несмотря на тяготы и лишения, Галия Александровна сохранила в себе желание вдыхать жизнь полной грудью. Вырастила двух сыновей. Они подарили ей четверых внуков, а те – четверых правнуков. Прожить до 100 лет юбиляру помогло простое правило. Закаляться с детства, с юности. С юбилеем Галию Александровну также поздравили бывшие коллеги по работе. 40 лет она руководила страховым отделом в Щёлковском узле связи. Михаил Налётов, Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щёлково». Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щёлково».